Всем доброе утро! Снимаю очередной влог. Хочу показать вам свой завтрак. А здесь у меня творожная вот такая масса, двухпроцентная. Это а-ля творог американский. Выглядит он вот так. Я его смешала с кашей. У меня была немного сваренная овсяная каша и орехи. И на десерт у меня мой любимый десерт. Это слайс, арахисовая паста и финики. Паста у меня очень крутая. Я показывала ее. Она с кокосовым и арахисовым маслом, еще со сливочным вкусом. И я просто взяла обычные финики, два, и раскрыла их без косточки. И кофе у меня, я показывала, это заменитель кофе, гриб. Мы сегодня вместе с Сарой решили приехать в Тарпон Сприн. Это греческая деревня. Того места, где мы живем, это примерно 20 минут на машине. И сегодня здесь фестиваль еды и вина. В общем, вы покупаете билетик. И какая-то дегустация будет происходить. Пальмы. В общем, мы будем снимать видео. Зашли мы в лавку. Вот такую. Вначале должны нам подарить бокал. Еще все стоят с бокалами. Даже молодые мамы. Это, короче, подставка для бокала. И вы на шее носите его. Еще вон можно попробовать митболл с печеньки и так далее. Сейчас Сара попробует печеньки, да? Конечно, они продуманные. Вот когда вы вам наливаете, сразу отмечают, что вы уже вот здесь попробовали вино, чтобы не наклюкаться. Здесь карта, вы ходите по местам и пробуете. Я попробовала шардоне. И вот уже живая музыка на улице. Красиво. Мы зашли в бутик, очень милый, с одеждой. Здесь тоже вторая локация, где разливают вино. Вино, кстати, американское, калифорнийское в основном. Смотрите, какие модные украшения у них продают здесь. Да. А вот еще, смотри, какие красивые. Ракушки. Камни натуральные, да? Вот таким образом наливают вино и ставят отметку, что вы здесь уже попробовали. Этот мерлот оказался очень вкусным, ягодным. Прям аромат ежевики. Вкусный-вкусный. Третья дегустация проходит в бутике, очень милом, с косметикой и мылом натуральным. Здесь прям очень много всего вкусного. Это целый бутик с различными маслами. Представляете? И я нашла свое любимое масло из трюфеля. Черный трюфель и белый трюфель. О, боже мой. Даже можно попробовать еще. Абрикосовое, кокосовое, груша, апельсин, виноград, чеснок с травами, ваниль, блюбери, апельсинчик, клубника, яблоки, малина, гранат. Боже, это что такое? Это бальзамические, да, уксусы, у них инжир, шоколадная даже есть, смородина. А тут пошли посмотрим. Грибное масло. Оливковое, копченое, луковое, чеснок, травы, да. Бальзамическое, лимон, апельсин, класс. Я купила все-таки масло трюфельное. Это масло из черного трюфеля. Маленький объем, но мне хватит немножко в салаты. Я теперь знаю, где покупать хорошее масло. Если что, приеду за объемом побольше. А вот в этой лавке у нас специи. Специи, крупы разные, рис, даже зеленый рис. Вот, и соль, и перчик, и травы, и чили. Все, что хотите. Вино с дыней. Тоже очень вкусное, но сладкое. Блин, я попробовала уже шесть, и мне уже хорошо. А их вообще двадцать пять. Ужас. Вот так выглядит греческая деревня. Она очень милая. Здесь хорошие рестораны с едой греческой. И не только греческой. В общем, морепродукты здесь шикарные. Мы идем по карте. У нас еще примерно пятнадцать локаций. Очень красивый фонтан. Интересно, я гуляю с бокалом стеклянным. И все прохожие тоже гуляют с бокалами стеклянными. И все приехали на машинах сюда. И сами понимаете, как бы полиция в курсе, что все, кто за рулем сейчас пьют алкоголь. Но никто здесь специально не стоит и никого не ловит. То есть здесь допускается, в принципе, за рулем один бокальчик. И наши бы уже, я знаю, стояли бы там на выезде где-нибудь специально и знали, если бы что-то такая дегустация происходит. Ловили бы и в трубку бы все дружно дышали. А здесь как бы все прилично. На самом деле, если вы приедете сюда в будние дни, ни одного человека не встретите. Ни одного. Это так круто придумали. Вы просто гуляете по улицам Тарпон Сприн. И здесь такие вот разные таблички, типа Вайн Волк. Останавливаетесь и здесь дегустируете. Следующая остановка в лавке с украшениями, браслетами, с камнями, с серебром и так далее. В общем, такая вот мини-реклама для магазинов. Все выстроились в очередь за вином. Рыбаки вылавливают из воды разные ракушки и потом их продают. А также, смотрите, мочалки здесь натуральные. Это натуральный продукт, морские водоросли или не водоросли, как они называются правильно, кораллы, не кораллы, пемзы, не пемзы. Напишите в комментариях. Мокрые. Мокрые, потому что из моря, понюхай. Море им пахнет. Да, даже слишком. А вот они выглядят вот так в оригинальной версии, скорее всего. На дне морском растут спонжики. Идем дальше гулять. Здесь очень мило. Но я еще раз повторю, что в будний день, если вы приедете, здесь вообще людей не будет. Обязательно только на выходные. Ребята, у меня есть такой классный крем, который убирает мешки под глазами. Это просто невероятно. Я его увидела у Наташи Фалкона, когда она на своего мужа, на Винсента, на его мешочки под глазами нанесла этот крем. И как они просто на глазах исчезли, я решила тоже себе заказать. И сейчас я позвала свою подругу Валерию в гости. И буду на ней показывать, потому что у нее явно выражены мешочки под глазами. И я, если вам понравится, я оставлю ссылку на этот крем в описании под видео. И хочу сказать такую вещь, что мешки эти не убираются навсегда. Этот крем, например, на выход. Если вам нужно посетить какое-то мероприятие, но у вас очень-очень явные мешочки, вы хотите от них мгновенно избавиться, вот вы сможете избавиться. Примерно эффектом 3-4 часа, может даже больше. И можно на тональный крем наносить. Всем привет, знакомьтесь, это моя подруга Валерия. Она любезно согласилась поучаствовать в качестве эксперимента. Пожалуйста. И у Валерии есть от природы мешки под глазами. На вот этом глазу сейчас видно. И на вот этом. Отлично видно, да. Поэтому мы на ней как раз-таки продемонстрируем. Поэтому мы на дне... Поэтому мы на дне... Продемонстрируем. Валерия вообще русский забыла. А я никогда его не знала. Продемонстрируем. Продемонстрируем. Во. Продемонстрируем, как работает этот супер-клей, который показывала Наташа. Клей. 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 И поэтому мы сейчас на Валерииных мешках под глазами. Продемонстрируем, как работает этот кремчик, который показывала Наташа у себя в видео. Наташа показывала на Винсене, а я покажу на... Берем обычную воду, питьевую. И я вот чуть-чуть, буквально точечными движениями смачиваю то место, где мы наносим крем. Глаза вверх. Ну да, это сейчас клево будет. Как раз мне нужно. Смачивается? Чувствуешь? Да, да. Вот. Этот крем можно наносить чуть-чуть на тональный крем. И вот этой пимпочки хватает на много-много раз, кстати. Сейчас мы... Вверх. Сюда. Я сначала один. В плане, этот тюбик используется на 3-4 раза, но это, как знаете, выход в свет. Вот если у вас мешки под глазами, и вы не знаете, как их временно скрыть, вы просто мажете и выходите. Потом, когда домой приходите, смываете, и, конечно, вам все возвращается. Но сейчас вы увидите эффект на Валерии. Они начнут исчезать. Главное, не улыбаться сейчас. Да. Смотрев камеру, и мы ускоренный режим поставим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Носогубку иногда, вот на вот эту часть у меня больше. И здесь у меня тоже синячок небольшой. Тоже иногда делаю, если прям хочу совсем без теней. Идеальное лицо. Да, чувствую, подтягивай. Да? Сейчас давай еще чуть-чуть, пока батарейка не села. И вообще гладенько. А чуть вверх голову подними. О, вообще шикарно. Вот так вот. Пару дней назад в прямом эфире я хотела открыть и проверить, выиграла ли я гринкарт. Но не получилось это сделать в том, что система была перегружена. И теперь вроде я могу войти. Давайте проверим, наконец, выиграла ли я гринкарту в этом году или нет. Фух. Страшно. У меня друзья, которые играли, не выиграли. И все спрашивают меня, ты проверила? Нет. Я говорю, нет еще, подождите. Все, я теперь ввожу номер. И когда я вводила его в последний раз, было написано, что он типа некорректный. Окей. Не выбрано. Все, точно, я не выиграла. Ну ничего, ребят. Надеюсь, таких, как я, мало. Все-таки вы выиграли свои карты. И я рада за вас. Честное слово. И доставили посылку из Беларуси. Мои подписчицы уже не раз присылают мне свои изделия из натуральных камней. На этот раз, о май гад, как красиво. Это кольцо из натурального камня с серебром. Посмотрите, как красиво это смотрится на руке. Сейчас в моде такие массивные украшения, особенно кольца. Оно, мало того, что красиво, еще и со смыслом. Я захотела розовый кварц, потому что мне посоветовали астрологи носить розовый кварц. Он как бы для привлечения любви, для любви и так далее. Девушка, которая прислала мне это кольцо, она уже до этого мне присылала красивые тоже изделия. У нее свой YouTube канал. И я оставлю ссылку в описании под этим видео. Итак, ребят, помните, я вам показывала, что разбила телефон, экран, и что можно сделать страховку задним числом? Мы все это сделали. Оплатила я страховку. Мне все это обошлось 200 баксов, но это намного дешевле, чем мне предлагали сделать телефон за 500. И мне прислали, что вы думаете, когда я все оформила на следующий день, прям сразу на следующий день. Я вчера все это сделала. Сегодня мне уже доставили в коробке новый телефон. И я его себе забираю. То есть точно такой же, как у меня, только новый. Я надеюсь, мне его не придется возвращать. А старый я должна вроде как вернуть. Ну, сейчас разберемся. Вот. Итак, прислали в коробке телефон новый. Прислали вот такую упаковочную бумагу. Это конверт. Вернее, в него я вкладываю свой старый телефон, разбитый, после того, как перекину все данные с него на новый. И отправляю им по почте. Если я не отправлю свой старый телефон, я заплачу штраф 500 долларов. То есть я могу еще его не отправить. А продать кому-нибудь, еще и на этом заработать и заплатить штраф. То есть сзади. Так. Ну, вот, собственно, новый телефон. Видно, что он новый. Никаких царапин, ни покоцаний, ничего вообще абсолютно нет. И даже еще есть пленка защитная. Сейчас классно, что можно перебросить данные с одного телефона на другой. Просто вместе их положив. Еще прикольно, что здесь я вижу, что уже есть LTE, то есть моя симка активна.